Я знаю, куда идти, и я знаю, как ориентироваться. И вы идёте к назначенной цели. И, конечно же, вы узнаёте, попадаете вы в эту цель или нет. Цели есть, сил нет. Но, опять-таки, я вам ещё раз говорю, сил нет, потому что вы себя обесточили. В знаниях сила заключается и в том, что когда вы знаете, как идти, куда идти и что с собой брать, и знаете, каковы цели, потому что цели тоже могут быть ложными. Цели могут быть ложными. Когда мы понимаем, что очень часто мы тратим собственные силы на иллюзии и на ложные цели. Очень часто женщина говорит, я хочу замуж за прекрасного человека. Кто этот прекрасный человек? Он богатый. Вот я говорю, а если вот другой, который вас любит, нет, мне он не нужен, потому что он не богатый. Так получается, смотрите, человек, женщина хочет любви или женщина хочет быть богатой? Понимаете, насколько мы сами, женщины, искажаем собственную цель? Слабая мотивация в том числе, безусловно. Безусловно. Итак, если вы записали, первое у нас страх, страх перемен, второе у нас лень и третье у нас невежество, в котором мы пребываем. Мы не знаем, что делать, куда идти, за что хвататься и за что браться. И мы должны понимать, если мы стремимся к норме жизни, то почему мы не берем для себя те знания, которые нам дадут эту норму? Почему мы счастье выдаем за наличие лимузина, бриллиантов, шубы, великолепные одежды и там, я не знаю, замка где-то под Москвой? Но почему мы думаем, что это счастье? Я вам хочу сказать, вот эти все люди, которые это все имеют, совершенно глубоко несчастные люди. Ну, за исключением тех, кто ищет все-таки для себя, ищет понимание, ищет понимание вот этих законов мироздания, как же это все устроено. Мы же должны понимать. Если нужна квартира, нужно заработать, а если любовь, то тоже трудиться. Еще больше. Но своя жилплощадь нужна. Да, 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 да. Я понимаю, я понимаю. Деньги, когда мы тут делаем, то это не огромная проблема. Это не огромная проблема. Я вам хочу сказать о другом, что то, что мы на сегодняшний день превратились в, простите за такой термин, хапунов. Мы хапаем. Жизнь стали такими нездоровыми потребителями. В нас общество, средства массовой информации, реклама побуждает нас приобрести это, пятое, десятое, двадцатое. И везде успеть, и всегда быть на высоте, и все-все-все-все-все в лучшем виде, в лучшем качестве. И вот в этой гонке мы на самом деле теряем себя. И мы забываем о том, что, собственно, качество жизни не меняется. Если мы на сегодняшний день ставим для себя приоритет жить правильно, создавать в себе каждый момент своей жизни в радость, вы будете потрясены, как пойдет к вам энергия. Потому что только благополучные, психологически благополучные люди способны получать энергию от воздуха, от света, даже если солнца нет, от света, от земли, от ветра, от дождя, от приятного разговора с подружкой по телефону, там, я не знаю, с родственниками, с мамой, с друзьями, от всего. И когда вы заряжаетесь вот этой позитивной энергией, вы становитесь светящимся объектом, и у вашего огня греются все. Понимаете? Такие люди притягивают. Такие люди притягивают. Хорошо, мы вернемся. Еще раз вам напоминаю о том, что я делаю апгрейд вебинара «Быть собой», где я на первом уровне и рассказываю о том, как противостоять психологическим ловушкам, как быть при всем при том доброй, потому что я знаю, это большая проблема. Хочется быть доброй, хочется быть замечательной, но условия жизни вам не дают, потому что окружающая среда агрессивна, и для того, чтобы понимать, в чем же агрессия и в чем ваша сила и слабость, вот этому всему нужно учиться противостоять. Как поставить свои приоритеты, как понимать себя в этом мире, как найти себя, именно себя, не такой, какой быть или кому-то подражать, а именно ваше великолепие, в вашу уникальность, в вашей индивидуальности. Все, что в природе есть, все разное, и вот это различие, оно и дает вот эту, так скажем, прелесть, наслаждение от того, что мы можем уникальностью этого создания любоваться. Так же и люди, так же и женщины, женщины как цветы. Каждая по-своему уникальна, каждая по-своему прекрасна, и наша задача – раскрыть в себе этот потенциал и вернуть себе себя, потому что, когда вы себя вернете, то, к чему я всегда призываю, вы понимаете, как себя вернуть, какие навыки нужно использовать для того, чтобы вам было и сама с собой хорошо, и с окружающей средой мир и покой, и все замечательно. То есть вы сможете себя и защитить, и держать себя на определенной планке. Итак, мы переходим к следующему материалу. Можем ли мы прогнозировать развитие отношений? У меня вопросы к новичкам. Будьте добры, пожалуйста, тот, кто новенький, сегодня на портале, или тот, кто впервые слышит этот вопрос. Дайте, пожалуйста, вашу реакцию, дайте знать, можем ли мы прогнозировать развитие отношений? И уж, совсем фантастичный вопрос, влиять на них. Если прогнозировать можем, то можем влиять. Если прогнозировать не можем, значит, мы ни на что не можем повлиять. Это как погода. Ага, хорошо. Еще какие есть? Ирина, дайте свое объяснение, если мы можем прогнозировать отношения. Если, Анна, вы знаете ответ, если вы из числа моих вебинарщиков, пожалуйста, оставайтесь в тени. Спасибо, я знаю, что вы знаете. Таня, мне нравится ваш ответ. Я не могу, вы можете. Спасибо вам за ваш ответ. Ага, мы прогнозируем, исходя из прошлого опыта, а это иногда как ловушка. Да-да-да-да, совершенно верно. Есть отношения, в которые вы можете попасть как в ловушку и думать, что эти отношения на самом деле серьезные. Получается, что для того, чтобы нам понимать, серьезные отношения или нет, нам нужно их проанализировать. Да? За счет чего мы их можем проанализировать? Как вы думаете? Что мы можем использовать для того, чтобы... Сразу видно, серьезные или несерьезные, но кто согласен с таким убеждением? Сразу видно, что серьезные или несерьезные. Есть мужчины, которые с вами живут, вас убеждают, будь со мной, ты мне нужна, я очень-очень хочу с тобой, но отношения много лет складываются, и они никуда не выруливают. Вот как здесь понять, серьезно или несерьезно? Вот, поэтому... Но если вернуться к вопросу, который мы начали обсуждать, нам нужно знать собственные бессознательные механизмы, которые отчасти вредят нашей судьбе. Вы знаете, что с детства оказывается в нас заложены психологические механизмы, которые срабатывают? Позвольте я вам приведу такой пример. Частый пример из моих клиентов, мне женщина признается. Я для себя открыла, женщина для себя открыла, что неуспех в моей жизни – это нормально, успешной я себе позволить быть не могу. Во взаимоотношениях, в браке и то-то-то-то-то-то. И она говорит, я это в себе открыла. Это открытие я сделала благодаря поэтапному изучению знаний. То, что включает в себя теорию любви. Когда мы проясняем, почему, оказывается, что ее близкая подруга очень сильно страдает. Они очень близки, они как сестры. Ее близкая подруга, она замужем, прекрасный человекчик, замечательный, но она страдает от своего брака. И поскольку они росли вместе, эта женщина осознает, что она не может позволить себе быть счастливой на фоне того, что ее близкая подруга, представляете, какое идет? слияние, в дружбе. Я не могу себе позволить быть счастливой, пока она так несчастна. Да-да-да-да, я вам хочу сказать, такое случается и между сестрами, и между дочерью с матерью. Такое случается очень часто. Вы должны понимать, что наши механизмы мы должны в себе раскрыть и поднять наружу и разобраться, в чем же причина того, что заложено в моих механизмах, почему в моей жизни я так бегаю по одному и тому же кругу и никак не могу прийти к заветной цели. Следующий момент. То есть здесь психологические моменты, извините, я вернусь, они могут быть состоять и на том, что в каких-то доказательствах бессознательное что-то кому-то доказывает, и женщина должна себя, женщина вынуждает себя оставаться несчастной. Бессознательное может играть в какую-то игру, проигрывать в какую-то модель, соответствовать чему-то, афликт внутри каждой женщины, каждого человека, который сидит и не сопоставляет, как мне вжиться в этом несправедливом мире и приводит человека к той иной ситуации, что называется, к самоуничтожению. Есть механизм, который, как спусковой курок, действует на самоуничтожение. Человек внутренне согласен, и он приходит к неким обстоятельствам, которые его, с ним что-то случается. Так вот, отчасти и ревность имеет этот механизм. То есть, очень многие вещи. Поэтому я всегда призываю, всегда призываю, проработайте себя, проработайте себя через определенные знания. Вскройте эти внутренние механизмы, которые стопорят или ведут вас к неудаче. Вот так, я бы сказала. Далее, что мы еще должны знать? Да-да-да-да. Елена, может ли разрушить те блоки и стереотипы, которые получили с момента рождения и которые породили их и механизмы? Конечно! Конечно! Да-да-да-да-да. Помогает теория любви, потому что мы работаем над этим, над всеми механизмами. За это отвечает у нас первая лекция. Умная, красивая, но до сих пор одна. И даже если вы в браке, но ваши отношения несчастные, вам нужно работать с этой лекцией, потому что одиночество предполагается не физическое. Если вы в несчастном браке, вы одна. Нужно это понимать. И как раз-таки теория любви помогает выявить все эти механизмы? Спасибо, Хеллен, за ваш вопрос. Я надеюсь, я вам ответила на него. Далее. Да-да-да. Далее. Нам нужно знать, кто мужчина. Как вы понимаете, что тот мужчина, с которым вы вступили в отношения, потенциальный ваш партнер, который способен на любовь и стабильность в отношениях? Ну вот скажите мне, пожалуйста, вот какими рамками, какими принципами вы руководствуетесь, когда вы думаете так? Что от того, что он порядочный, хороший, вежливый, хорошо воспитан, замечательный. Как вы делаете, вот по каким признакам вы понимаете, что этот человек способен? Эти вопросы нужно знать. Ну с кем вы пойдете в разведку? Вы пойдете в разведку с человеком, который заведомо способен предать? Ну, пойдете? Нет. Это же неблагоразумно идти в разведку с человеком, который заведомо способен предать. То же самое и здесь. Как вы вступаете в отношения, только потому, что он хорошенький? Да. Нужно ли говорить этому мужчине, каким он должен быть? Нет. Нужно изучать теорию любви. Я не могу вам ничего говорить относительно того, что говорить, как говорить. Вы понимаете, что ваша задача изучать теорию любви, через которую вы будете строить отношения. Вы понимаете? Строить отношения. Ты готова? Субтитры подогнал «Симон»